Разрешение на строительство вот этого дома на улице Островского было выдано ещё в 2012 году. В нём было чётко прописано количество этажей – 17 плюс два технических и два подвальных. Отклонившись от первоначального проекта, застройщик не обратился в администрацию города за корректировкой проекта. А сейчас предприятие находится в стадии банкротства. Генеральный директор фирмы-застройщика Ирина Стародуб находится под домашним арестом. Её подозревают в мошенничестве. Дом так и не достроен. Все потенциальные инвесторы, которым было предложено вложиться в объект, отказались. Ни один из моим названных инвесторов не остановился на вопросе достройки объекта по одной единственной причине. Зубная слава об этом объекте – это всем известно. В ходе изучения документа установлено о том, что осуществлялись и двойные, а по некоторым квартирам и тройные продажи. Официально зарегистрировано 254 договора долевого участия. Но в последнее время стали появляться люди, которые предъявляют свои требования по договорам инвестирования. Первое – это нам нужно найти наши деньги. Госпожа Стародуб говорит, что деньги унесла река, смеясь нам в лицо. Привлечь к субсидарной ответственности всех её родственников, коммерческих директоров. В этом вопросе будут разбираться правоохранительные органы. Как отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, власти города будут оказывать дольщикам содействие в том, чтобы люди скорее смогли въехать в свои квартиры. Конечно, ни в коем случае один на один не оставляем дольщиков своих с нашими строителями. Мы окажем всяческое содействие. То есть, по большому счёту, новому инвестору нужно будет сделать корректировку проекта, или проект новый даже, я не знаю, корректировкой обойдутся, экспертизу новую. В Краснодарском крае действует новый закон, по которому для достройки проблемных объектов инвестору может быть выделен компенсационный участок. Однако эта процедура ещё не отработана. Как вариант, дольщики могут сами инвестировать в достройку своего дома. Но суммы, которые при этом понадобятся, значительные. К примеру, дорогостоящей будет стоимость работ по присоединению дома к электричеству, так как в центре города уже не осталось питающих источников. Сети придётся проводить на большое расстояние. Однако до этого пока далеко. Сейчас главная задача временного управляющего и дольщиков – определиться с размером обязательств, чтобы можно было предоставить потенциальному инвестору достоверную картину по ситуации на объекте.